Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена. Тема нашей сегодняшней программы «Почему развлечения не помогают мне избавиться от грусти?». Уважаемые телезрители, звоните к нам в студию по телефону 202-11-22, рассказывайте свои истории и задавайте вопросы. Не обязательно по данной теме, если вас что-то беспокоит, вы можете обратиться к Алексею с любым вопросом, он готов ответить. Как говорится, можно пообщаться с живым психотерапевтом в течение какого-то времени. По поводу грусти мы говорили о том, что это один из вопросов, который к нам поступил. Да, это поступил вопрос от телезрительницы. То есть нам сегодня, очевидно, нужно поговорить, и я надеюсь, что зрители разделят наш разговор, поучаствуют, об одном из таких состояний, или, может быть, об одном из таких словечек, которые в современной действительности являются, как я называю, мусорное такое слово. То есть слово, которое, скажи вот человеку, мне грустно, и, в общем, не очень понятно будет, что это такое. Грустно – это тоскливо, грустно – это по Пушкину, да, грусть тоска меня съедает, одолела молодца, да, чего со мной происходит, да. То есть это одно из слов вот этого списка депрессии, стресс, может быть, невроз, нервоз, да, иногда его называют, но иногда вот так, грусть, да. Но оно немножко более продвинутое, человек на что-то указывает, на свои какие-то переживания. Ну, возможно, в пятилетнем возрасте ребенок говорит мне грустно, и он вкладывает в это что-то свое, да, в тридцатилетнем. Или вот как наша героиня, ну, условно, там, предпенсионного возраста женщина, которая пытается как-то насытить свою жизнь событиями, развлечениями, но они не приносят ей вот какого-то удовлетворения, возможно, той радости, которую она ждет. Все время ощущает в себе вот это состояние грусти какой-то такой вселенской, непроходящей. Да, я думаю, что изначально в таком варианте заложена ловушка, ловушка для сознания, ловушка, заключающаяся в противопоставлении. Грусть хорошо, веселье, то есть грусть плохо, веселье хорошо, да, то есть что-то, грубо говоря, себя, как вот этот ползунок, бегунок на каком-нибудь устройстве надо перевести из состояния грусть в состояние веселья. И очень часто специалист, к примеру, видится как тот самый человек, который поможет этот бегунок перевести, но он, к сожалению или почему-то, к злости, может быть, к обиде людей не перемещается, да. То есть почему-то ничего не помогает мне веселиться, и люди какую-то подлинность определенную в этом ощущают. Я сейчас в общем говорю, да, может быть, мы к конкретике перейдем, может быть, конкретика прозвучит, вот, потому что вот так абсолютно говорить всегда сложно, это как искаженное зеркало, вот. Но в этом есть определенный общий механизм. Во-первых, грустных людей не любят, грустный человек в компании – это мишень. Почему не любят? Для вопросов. Ну, не будем ходить далеко. Почему не любят? Потому что, во-первых, он отличается, несколько стратегий в отношении него, либо кто-то подсаживается и говорит, ну, расскажи, что тебя беспокоит, да. То есть как будто грустный человек приглашает всем своим видом, приглашает к разговору. Причем грусти не мота, обычно сопровождаются, ну, на первом этапе, да. То есть я сижу грустный, и кто-то ко мне подсаживается и говорит, Леха, ты что такой грустный? Вот. Второе, в общем, наверное, такого человека хотят изолировать, то есть либо слить с самими собой, то есть сделать из него веселящегося, ну, так, по-дружески, да. Ну, потому что что? Он своей грустью мешает им вот этот бегунок, про который вы говорили, сохранять на отметке радость, веселье. Ну, он откровенно портит праздник своим видом, своим напоминанием. Есть замечательная притча, она мне очень нравится, восточная. Что-то тут близко. Один император пригласил философа китайского, ну, поэта, да, я сейчас не помню фамилии, пригласил к себе в сад. И этот сад он идеально просто убрал, дорожки все были подметены, камни разложены так, как они должны лежать. И когда философ приехал, он сказал, что здесь не хватает упавших листьев на дорожках. И императору пришлось эти упавшие листья рассыпать. И когда листья были рассыпаны, картина была дополнена. То есть вот это есть жизнь, да, дорожки с упавшими листьями. То есть вечеринка без грустного человека – это мертвая вечеринка, на мой взгляд. Как свадьба без драки, да? Ну, как свадьба без драки, хотя, да, здесь можно подискутировать. Много ли людей хотели бы на свою свадьбу пригласить драку. Драка обычно не приглашается, да. Но в том смысле, что в этом есть какое-то напоминание о другой жизни, о другой реальности. И поэтому грустных людей не очень любят, грустящих, да. Я бы не сказал, что это прям человек, который всю жизнь грустит. Хотя такие истории мы тоже знаем. Вот, да, вот этот веселый человек, этот грустный, грусть же всех посещает. Обычно, да, если договориться не получается с грустным человеком, из него эту радость практически вытрясает. То есть грудки там, не знаю, давать. Ну, его надо напоить, например, да. Да, развеселись, или переходят действительно к обвинениям, там, да вот у тебя нет повода для грусти, или ты там, не знаю, с жиру бесишься. Разные аргументы люди приводят. Я думаю, что в итоге вот мы говорим о том, что грусть – это, во-первых, напоминание о чем-то, и грусть – это вот то самое мусорное слово, или мусорное, негативное у нас сейчас модное такое слово, есть позитивное, негативное. Ну, как-то что-то разделилось на две части, да. Да, есть позитивные чувства, есть негативные. То есть высокой долей вероятности в основном, по крайней мере, среди моих пациентов, которые только приходят, среди людей, с которыми я общаюсь, грусть, она в такую, в негативную корзину попадает, да. Не зря вот эти все шутки «не грусти», «не грусти», да. То есть призывы что-то не делать, то есть вот каким-то образом не грустить. О чем напоминает грусть? Вот даже из практики, может быть, можете какие-то примеры привести. Какие открытия себе люди делали, о чем напоминало, сигнализировало грусть? Потому что это же как тоже, возможно, призыв тела, призыв психики о чем-то, что пытается вот выпрыгнуть и крикнуть. То есть я есть, да, обрати на меня внимание. Ну, какая-то наша часть пытается вырваться наружу или стать осознаваемой. Вы, описывая сейчас, Елена, даже смягчили действие грусти. Вот перед нашим эфиром я посмотрел происхождение слова. И, в общем, много отсылок на то, что слово «грусть» и слово «грысть» — это однокоренные слова. То есть, да, вряд ли. Я думаю, люди, которые грустят, ну, которые могут о себе такое сказать, они сейчас понимают, о чем идет речь. То есть это не налет какой-то, да, который вот можно протереть социальной тряпочкой, ну, счастье какого-то, да. Подместить дорожки, да, чтобы листьев не было. Да, да. Вот, это какая-то штука, которая грызет. То есть она заявляет о себе в полный голос. И вторая часть вашего вопроса, она тоже очень интересна, когда вы спрашиваете, на что она может натолкнуть и к чему она может привести. То есть здесь обычно от человека требуется, что ли, да, определенные усилия, или он сам приходит к определенному усилию, чтобы начать читать свою грусть. То есть начать относиться к ней как к чему-то, что требует расшифровки, что требует внимания, что требует, например... Что может через грусть требовать расшифровки и внимания? Ну, вероятно, мы говорим о том, что, или вероятно, можно сказать о том, что за грустью стоят какие-то переживания. Ну, что это, травма психологическая? Все, что угодно. Ну, примеры. Хочу примеров, Алексей. Ага. Ну, примеры такие, когда люди слышат историю про грусть, они для себя, ну, например, да, разговоры о том, что такое грусть, они для себя как в таком зеркале видят отцветы этой грусти. Это может быть про утрату смыслов. То есть... Одна версия. Одна версия. Что-то было в моей жизни осмысленным, и оно перестало быть осмысленным, да? Одну версию вполне себе подает нам тот же самый Александр Сергеевич, которого я сегодня цитировал, да? Видите, я бы хотел отца. То есть я кого-то потерял, я с кем-то расстался, да? И этот кто-то, возможно, от меня так далеко, что я одновременно понимаю, что никогда с ним не увижусь. Например, этот человек умер, да? Или он, ну, как будто умер, умер в социальном каком-то смысле, да? Может быть, умерло какое-то нечто, что нас объединяло, да? Например, брак умер, да? Или умер дружеский союз какой-то, да? Люди дружили. Я много таких историй от... Почему-то первокурсников слышу, да? От подростков, ну, молодых людей, которые приходят ко мне и которые среди... Ну, они приходят, понятно, с какой-то болью. У них новая реальность, в общем, про адаптация какая-то происходит. Да, и они... Очень часто вот этот мотив разрушенной, закончившейся школьной дружбы, внезапно закончившейся, да? Вот почему он закончился? Потому что мы поступили в разные вузы, да? И мы теперь не видимся каждый день, и оказалось, что нас связывает меньше, чем мы ожидали. То есть нам казалось, что мы, в общем, в один институт пойдем, на один завод пойдем, да? Или на одну профессию какую-то. Вообще будем как-то вместе держаться друг друга. А потом оказывается, что кому-то баллов не хватило, кто-то родители кого-то в другое место, да? И все. Ну, кто-то женился, замуж вышел, да? Ранний брак, дети, возможно. Может ли быть одной из версий, что грусть сигнализирует, о том, что какая-то потребность не удовлетворяется? Возможно, я сам или сама плохо знаю, чего я хочу, но что-то у меня внутри точно знает, чего я хочу. Но пока я это не слышу, не вижу, не понимаю. Ну, возможно. Я думаю, что наши потребности никогда в полной мере не удовлетворяются. Это такая данность. А если удовлетворяется одна, сразу стучится другая. Это во-первых. Во-вторых, ну, вполне моя грусть может быть той самой лестницей в подвал, в мой собственный колодец, которая приглашает туда опуститься. Обычно или очень часто, необычно, очень часто люди себя находят в подвальных помещениях. То есть приходится из этой яркой вечеринки спуститься вниз по лестнице грусти, да? И это очень иногда опасно, потому что люди начинают алкоголь употреблять, какие-то лекарства. То есть это еще связано с каким-то уровнем забыться, да? Погрустить, погрустить и забыться. То есть вот что-то такое есть от беспамятства и одновременно от желания припомнить, да? То есть, ну, в психологии очень часто вот эти качели возникают, да? По типу компенсации происходит желание забыть и одновременно настойчивые попытки вот стучать и обнаруживать какие-то моменты, да? Как быть с грустью? Бороться с ней, наблюдать ее, разговаривать с ней, ну, с самим собой внутренний диалог вести? С чего начать? Это очень хороший вопрос. Ну, я сразу думаю о творческом компоненте. Ну, наверное, я так устроен. Вообще, я думаю, что большинство или много самых интересных, величайших, захватывающих нас произведений или произведений, в которых мы ощущаем себя подлинными, которые про нас. Ну, да, там первая, сейчас почему-то картинка вспыхнула, «Титаник», да? «Леонардо Ди Каприо тонет». И там, не знаю, большая часть зала плачет, да? Ну, прощаясь с ним, может быть, да? Ну, такой вот выстроенный, очень мощный кадр, да? И люди понимают, что это, наверное, что это про них самих. То есть, к чему грусть? В этом смысле это что-то связывающее с жизнью. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, можно кому доступно начать это выражать в творческом виде? Люди пишут грустные стихи, люди пишут грустные песни, люди пишут грустные картины, люди танцуют грустные танцы, делают грустные фотографии, говорят, грустные борщи, может быть, да? Грустно подметают, грустно вытирают пыль, грустно работают, грустно ведут эфир. Я сейчас заплачу, и это будет. Плачь не над фильмом «Титаника», а над грустью. Да, и когда они это делают, я думаю, что вдруг они находят таких же, ну, в кавычках, бедолаг рядом, которые грустят, они объединяются и, может быть, делают что-то замечательное. Да, если человек совсем не знаком со своей грустью, а вообще мне это странно, я думаю, что к определенному времени люди осваивают палитру каких-то собственных переживаний, ну, перестают пугаться, да, они знают, что к ним могут мысли о самоубийстве приходить, ну, в каких-то периодах, в какие-то периоды. И вообще это нормально для здорового человека, когда у него бывают такие мысли, да? Периодически думать о тысяче и одном способе покончить с собой? Например, да, или мысли о том, как ограбить самый дорогой ювелирный магазин в городе, да, или как наказать кого-то самым кровожадным способом. Ну, это все в собственном символическом пространстве происходит, в том числе, как грустить, да. Я думаю, что мы, как минимум, сталкиваемся с грустью того же самого Пушкина, да, с Болдинской осенью в курсе школьной программы. Вот. Но если для кого-то эта грусть становится трудностью... Ну, произошло некое застревание, какое-то залипание на этой грусти, да, человек понимает, что она сопровождает его очень длительный период. А я так думаю и знаю даже, что чем дольше мы в каком-то одном состоянии находимся, ну, действительно, застреваем, тем сложнее потом из него выйти. Оно каким-то безысходным начинает переживаться. Да, тут можно подумать... Обращусь к нашим телезрителям, звоните, пожалуйста, к нам в прямой эфир по телефону 202-11-22, делитесь своими историями. Может быть, вы хотите поспорить с нами или задать вопрос. Мы готовы... Звоните из своей грусти, да? Да. Вообще, кстати, это интересный момент по поводу общения. Вот по поводу родственного общения. Очень часто так получается, что для того, чтобы общаться с грустным человеком или человеком, находящимся в грусти, или с человеком, который застрял, нужно эту штуку найти в самом себе. И она... Помогает? Вы ищете в себе эту грусть? Конечно, да. Она где-то у вас рядышком, вы ее можете достать, предъявить своим пациентам, или вы просто знаете о ней? Ну, в какой-то степени, наверное, можно об этом сказать теми словами, которые вы сейчас используете. Достать, ну, каким-то образом актуализировать, да, каким-то образом прикоснуться, каким-то образом вспомнить. То есть это помогает СО чувствовать, это помогает СО переживать своим собственным. Мало того, это помогает знать в какой-то степени, как я из этого выбрался, что я этого... Ну, знаю, что это такое, ну, как сейчас модно говорить, ресурсное состояние, да, что оно не бестолковое это состояние. Вот. Но я не ответил на ваш вопрос, что делать людям, которые застряли. Ну, очевидно, позиция Винни-Пуха здесь не подойдет, да, застрявшего в норе у кролика. Хотя некоторые люди ждут годами, когда оно само пройдет. Вот. И если не проходит, конечно, они обращаются к тем специалистам по грусти, которыми являются психологи, психотерапевты. Они ищут себе... Кстати, тоже... Я знаю, что многие боятся, потому что они думают, вот это так долго меня сопровождает. Ну, во-первых, это депрессия, и, возможно, им придется идти к психиатру. Вместо того, чтобы пойти к психологу и психотерапевту. Я думаю, что люди сейчас в большей мере различают. Речь, может быть, идет не о том, что они боятся идти к психиатру, что это слово нагружено, ну, каким-то негативным смыслом. Ну, бояться, наверное, да. Я думаю, что в большей мере люди боятся не быть услышанными. То есть прийти и натолкнуться на холод, натолкнуться на непонимание, натолкнуться на формализмы, натолкнуться, например, на... Ну, на осуждение, может быть. На осуждение, может быть, на рекомендации, чего вы там грустите, нам всем плохо, или найдите себе хорошую работу, или съездите куда-нибудь. Ну, вот, да, это называется, вот вам совет в зубы и проваливайте, да, вот так, если грубо. Вот, к сожалению, такой подход есть, но он инициирован тем, о чем мы говорили. Вот этой дихотомией, вот этим разделением. Если грустный, надо назначить радостную таблетку. Но мне кажется, что сейчас все более и более профессиональный к этому подходу. Причем то, что вы озвучили, радостной таблеткой становится потребительством, да? Когда я что-то себе покупаю, приобретаю, что-то, на что могу потратить деньги какие-то. Но ведь с грустью, наверное, можно справиться не только таким образом. И, возможно, именно это и не является помощью для работы с грустью. Не, ну, когда-то является, и когда-то в детстве, может быть, мы эти штуки осваиваем, да? Если тебе грустно, нас ешь яблочко, вот, или на поиграй, или поехали с нами куда-нибудь в веселое место. То есть у нас ведь, я думаю, в той или иной степени у людей есть опыт, как развлечь себя, да? То есть как сделать это грызение изнутри не таким, ну, выраженным. Как себя анестезировать, да? То есть развлечение в данном случае, ну, такого рода анестезия. Иногда люди замечают, что, да, подействовало, да, вот, нет и следа. Но потом ведь люди живут свою жизнь, и оказывается, не один раз на вечеринку съездили, или купили себе что-то, да, машину, там, шубу, я не знаю, куда-то поехали в Турцию, в Грецию, на Кипр, слазили в горы, вернулись. И оказалось, что грусть шла с ними, да, вот, и грызла. Ну, вот это как этот горлом шел за хоббитами, да, когда они шли к горе. Вот, и грыз их потихоньку, да. Хочу спросить, как вы считаете, нужно ли человеку, который испытывает грусть, адресоваться к прошлому опыту проживания грусти, ну, может быть, даже предыдущих поколений, потому что вы начали с Пушкина про грусть, и это же большой период времени, где люди с грустью как-то обходились. Поэты, писатели, психологи. Я думаю, скорее, грусть с ними как-то обходилась. Философы. Ведь есть же разный взгляд, да, на грусть. То есть мы до начала программы, вы мне рассказывали интересную такую философскую версию происхождения грусти. А какую, напомните, я расскажу. Про то, что утрачивается связь с природой. А. Это взятые сфере. Ну да, мне нравится эта мысль, это точнее этот подход. Это, наверное, ответ на ваш вопрос, с чем может быть связана грусть. И вот там среди вот этих всех утрат, мне кажется, мне очень близка эта идея. Я сейчас прямо, наверное, с разных сторон ее развиваю. И здесь можно на Юнга в том числе сослаться и на других исследователей. Мы грустим об утраченном, по большому счету, о каких-то больших вещах. Мы утратили большие смыслы. Мы, я сейчас, может быть, абстрактно, но в данном случае это мне позволяет, потому что я почти цитирую философов, вы говорили, да. У нас нет больших идеологий. В хорошем смысле, да. Есть вот какие-то политические такие вещи, да. Но у нас нет идей вот на этом уровне. Нет больших религий, по большому счету. У нас, вы имеете в виду, наше поколение? Нет, я имею в виду современный, какой промежуток времени. Но, наверное, это сначала, ну, ближе ко второй половине 20 века. Вот об этом начали писать, да. То есть мы уже где-то лет 70, может быть, 80 в этом живем. Может быть, даже больше, да. Может быть, даже с того времени, когда Ницше сказал, что Бог умер, а потом вслед за Богом умерли люди, умер человек. Ну, как субъект, да, он просто распался. Сейчас сказать, кто такой человек, это не сказать ничего, да. Что это? Двуногое существо. Это существо, которое одолевает ему импульсами, и об этом говорил, да, Фрейд, который как-то по воле бессознательного движется, да, и каким-то образом пытается с этим управиться. Это человек, которого накачали идеологиями, да, и который не думает, не выбирает сам, а за которого выбирают маркетологи, да, чего ему носить, чего ему кушать, где ему сидеть, как, что ему читать и так далее. Человек ли это, да, вот. Или это собрание цитат, или это влияние родителей. Поэтому про человека тут тоже очень большой вопрос, и философы вот задумчиво, ну, чешут свои умные головы для того, чтобы определить. Алексей, может быть, вы знаете, что делать? 70 лет мы живем без смыслов, или у нас нет каких-то больших смыслов? Ну, это, может быть, даже грустнее «Титаника» уже для нас, для современников. То есть это прям такой повод для грусти? Это повод для грусти, и у меня ощущение, что оно, ну, вот это какая-то компенсация или возвращение уже происходит. Возвращение, я называю это, наверное, в какой-то степени водухотворенности, как ни странно, может быть. Я придумал для себя, может быть, где-то услышал такое словосочетание «одухотворенный быт». То есть раньше быт… Что это значит? Раньше быт людей был одухотворенный, ну, то есть люди говорили со всеми предметами или не предметами, которые их окружали. То есть они были включены в мир. С природой, с деревьями? С природой, с деревьями, с камнями, с животными, которых они убивают. Ну, и сейчас мы знаем, да, большая часть народу, кто вот увлекается и психологией, и сатирикой, они как раз ездят, общаются с природой. Ну, не знаю, это надо их спросить. Наверное, у кого-то что-то получается. Но вот этот культ говорения с самим собой, культ автономии, культ… Я ничего против этого не имею, против идей того, что человек растет, становится самостоятельным и автономным. Но если он в это время отсекает и не видит своей связи с другими людьми, не видит, как он зависим в хорошем смысле, да, как он дополняется, ну, опять же, предметами, деревьями. То есть это почему про духотворенность? Потому что тогда вокруг вместе с духом есть смысл. То есть тогда в том, что человек окружает, есть смысл. Он не утрачен. Ну, его можно обнаруживать, да, его можно высекать из окружающего, как-то с этим быть, как-то устанавливать связи. Вот я думаю, что если на таком общем уровне, это грусть по утрате. По утрате побед, по утрате большой страны, если говорить про Российскую Федерацию, да, по утрате космоса, по утрате балета, по утрате много чего. Вот. И кажется, эта утрата во многом, ну, как говорят психологи, не отрефлексирована. Ну, то есть мы сейчас от отдельного человека перешли на общество. Но не зря перешли, потому что я думаю, что каждый из нас так или иначе ощущает себя частью общества, да. И мы как общество о чем-то грустим. Может быть, мы грустим, не до конца погрустили о замученных и убитых во время сталинских репрессий, да. Может быть, недостаточно во время голода в Поволжье 20-х годов. И мы все это несем как родовые программы? Мы к этому подбираемся? Мне не нравится слово такое. Ну, в какой-то степени можно... Ну, если вы упоминали сегодня юнга, коллективная, бессознательная и так далее. Ну, наверное, это можно было бы так сказать, да. То есть мы черпаем еще оттуда вот эти все воспоминания и тяжесть непрожитых каких-то исторических травм, можно сказать. Я бы сказал, я бы сказал даже, наверное, так. Чем больше мы ощущаем или чем больше нас тянет грустить, тем больше мы пытаемся радоваться. Тем больше праздников, тем больше салютов, тем чаще салюты, тем ярче краски. Ну, это вот такой способ анестезии. Это способ развлечения, собственно, того, о чем мы говорили, да. Когда среди карнавала ты чувствуешь, что все это не работает. Лично для тебя. Можно ли говорить о том тогда, подводя итог нашей программы, что неплохо бы нам с возрастом научиться быть гибкими вот в этих переходах от одних чувств другими, гибкими в восприятии вот этих своих движений психики и движений души? Потому что вначале вы сказали, странно там, да, если ты женщина предпенсионного возраста, к этому времени обычно мы все научаемся быть как-то со своими чувствами. Мы у кого-то должны учиться быть со своими чувствами. Если мы начнем об этом говорить или продолжим об этом говорить, да, если мы, я надеюсь, будут передачи об этом выходить, фильмы, стихи, то мы совместно друг друга будем учить тому, что, во-первых, это есть. Во-вторых, это, ну, не конец жизни и не противоположная часть жизни, а есть, собственно, жизнь. Мы по-прежнему ждем вопросов от наших телезрителей. Вы можете задавать их в прямом эфире в нашей программе, вы можете писать в социальных сетях, как нам и был задан вопрос сегодняшней передачи. Время заканчивается. Я хочу поблагодарить за помощь в создании этой программы медицинский центр «София», центр, в котором оказывается психологическая, психотерапевтическая и психиатрическая помощь взрослым, детям и семьям. Где про грусть тоже можно поговорить. Где можно поговорить про грусть, да. И что-то сделать, да. Что-то добавить от себя? Я хочу сказать спасибо за тему, за вопрос, который пришел. Мне нравятся вопросы о том, что беспокоит и что сразу хочется выбросить в помойку, но приходится рассматривать, да. И оказывается, что там очень важно поблагодарить тех, кто нас смотрит и попрощаться до следующего раза. В следующий раз мы выйдем во вторник в 18.15 на телеканале «Самара ГИС». Да, ждем вас в студии. У нас уже есть какие-то предпосылки за дело на следующую передачу? О чем мы будем говорить? Вообще, моя мечта, мое желание, чтобы люди, которым интересно то, о чем, те темы, которые мы поднимаем, чтобы звонили, и мы не только свои интересы обслуживали, да, свои темы, или вот так вот выборочно, кто что написал, а чтобы мы могли откликнуться. Да, да. Поэтому мне кажется, что передача жива тогда, когда есть диалог, а не монолог. Увидимся во вторник. Да, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова